Здравия соратники! Сегодня у нас 23.12.2023 и сегодня я хотел бы поговорить о рунологии снова. Я уже делал ролики об уровнях управления, я уже делал ролики о картине мира, о значении ромбика. И сейчас пришло время немножко углубиться в эти все вещи, подвести некий итог. Почему на уровне символизма ромбик имеет такое значение? Потому что многие спрашивали, где можно почитать про смыслы, цифры и все остальное. Ну вот сегодня я попробую дать наметку на то, где копать и где самостоятельно искать, потому что я могу лишь рассказать очень примерно как ездить на велосипеде, но именно практическую часть можно освоить лишь самостоятельно. И начнем мы, пожалуй, с сакральной геометрии в уроке, не знаю, в преподнесенном в материале, в том материале, который великолепно преподан не только в учебнике геометрии, но и в замечательной статье пикденсера. Попробуем таки сложить некий цельнозор и подвести некий итог исследованием нескольких человек в, казалось бы, не связанных между собой. Рекомендую тем, кто еще не изучал, хотя после определенного, определенных циферок, скажем так, после определенных циферок я не совсем могу рекомендовать. Там про циферки, про аккумуляторы, циферки у Мишина были про всякие различные моторы, тачки садовые и все прочее. Там циферка на циферке интересные шестерочки, девяточки и так далее. Но, тем не менее, фильтруя, включив голову и фильтруя информацию идущую, можно все еще изучать информацию, материал ведущий от Мишина. Он прекрасно показывает, почему сейчас есть такой коэффициент 1,618, как развивается фрактальность. Вот на примере хорошем. И поэтому рекомендую все-таки поизучать этот материал самостоятельно, как и все материалы, на которые я сегодня дам ссылочку. Я буду говорить нарочито-медленно, наверное, ролик будет долгий для лучшей настройки на материал и на автора, на говорящего. Потому что я транслирую не только словесную и вербальную информацию, но и некие энергии и символы. Я сегодня постараюсь объяснить, почему фрактальность это лучшая защита, каким образом все связано со всем на некотором уровне. Почему кон, символ кона, это ромбик. И почему кона это информация. И почему информация, по сути, единая. Это один слой, который пронизывает все. Фактически все в нашей Вселенной. Устраиваемся поудобнее, сосредоточились, потому что много врагов уже сейчас пытаются атаковать энергетически, информационно, скажем так, и меня, и тех, кто смотрит. Потому что врагу эта информация очень как огонь, как серпом по яйцам и так далее. Очень противопоказано. Враг не хочет, чтобы люди думали самостоятельно, осознавались и собирали свой цельнозор. Потому что цельнозор и настройка на фрактальность Вселенной, то есть на конок, это то, что смертельно для врага. Поэтому отсекли все лишнее, настроились, взяли что-то попить. При желании ручку, бумажки, чтобы записывать и рисовать, самостоятельно понимать. Выбрали время и, наверное, поехали. Начинаем мы с разбора ромбика. Почему ромбик? Это символ строительства и символ кона. Вот такие он хорошие наглядные агитации ставит, показывает, рассказывает о циферках. Это все вы посмотрите самостоятельно. Немножко тут поражать. Итак, он выводит, начинает с азов буквально, как я вот с фигур выводил и рисовал. Он начинает с азов. После понимания, почему фи и почему так развивается фрактальность по числу фи по окружности, уже становятся больше понятны вот такие вот символы и вот такие крепости звезды, вот такие вот рисунки в различных частях тела и мы к этому еще придем. Это анонс следующего. Потому что есть фрактальность и есть rose windows, так называемые, о которых мы и поговорим после разбора вот этого ролика. А начинает он с простых вещей, о которых я тоже говорил еще с 20-го года, как минимум даже с 19-го, о том, почему rose windows является фрактальными рисунками и почему rose windows это не для красоты, а для работы с энергиями, как это завязано на вибрации. Потому что каждая вибрация соответствует некой фигура, скажем так, как фигуры хладнее, фигуры на песке, фигуры на воде. Кто изучал кематику, а я уже много роликов сделал про кематику. Пожалуйста, изучаем, складываем целеназоры сейчас самостоятельно. Я могу сказать, что это вся работа, работа с рунами на самом деле, но вот в чистом виде с информацией женщинам работать не рекомендуется. Понять, как все устроено, как все связано можно. Рисунки рисовать на платьях и на окружении тоже можно. Они работают самостоятельно и практически независимо от сознания. Но вот именно конструкции строить в своем сознании и на энергетике женщинам не рекомендую, поскольку это, на мой взгляд, это против естества женского, потому что женское естество – это вот жидкость, ртуть, вода, отсутствие формы, а работа с формой, с содержанием, с сутью, с информационным слоем. То есть формирование из себя неких структур – это все-таки больше мужское. Поэтому женщинам работать с рунами, именно работать с рунами, как с чистой квинтэссенцией информации, не рекомендую. Как бы меня сейчас не кидали тапками. Есть все-таки что-то мужское, есть что-то женское. Так вот работа с энергиями – это больше женское. Работа с чистой информацией на тех уровнях, о которых говорил Петров и говорил я. Девять уровней все-таки управления и уровень смыслов, уровень символов – это все-таки девятый уровень, это больше мужское. Причем даже не всякое мужское сознание может дорасти, работая с информацией до уровня символизма, до уровня руны. А руны – это все-таки символизм в чистом виде, а символы правят миром. Возвращаемся к нашей ситуации. Я кратенько перескажу статью техденсера. Он начинается с вибрации воды, гематики, с вибрации ртути под определенной частотой. И тут четко видно, что, скажем так, при некотором толчке ртуть, которая называется «живо» по-сербски, «живая», «живой металл», «металл жизни», можно сказать. «Сербский язык очень необразный, у них все просто, княжара», там, где книги продают, златник, ювелирка и так далее. Такое впечатление, что кто-то просто взял и приспособил русский язык под, наверное, восприятие семилетнего ребенка примерно. С одной стороны, это хорошо, позитивно, с другой стороны, очень сложно сейчас перестроить сознание. Ну, отвлечемся немножко, точнее, закончили отвлекаться. Отвлечемся мы позже, наверное, на языке, если я сделаю ролик. Хотя это не актуально. И вот мы смотрим, как ведет себя ртуть. А ртуть ведет себя под неким импульсом, энергоинформационным, скажем так, энергетическим толчком, неважно, как угодно, она ведет себя определенным образом. Она строит из себя определенную фигуру. Фигуру я могу назвать как ромбик, когда в одну сторону пытается выпрямиться, потом обратный эффект и в одну сторону вытягивается, потом в другую. Очень кратко мы видим вот такую фигуру в объеме. Если бы не было силы притяжения, то вот в космосе, условно, теперь более объяснен мне и понятен эффект Джанибекова. Хотя многие сочтут эту отсылку неуместной. Так вот, тетраэдры. Вот он показывает это на треугольниках. На самом деле это один треугольник переходит в другой. На самом деле это ромбик. Вот так и через ромбик переход, через стрелку компаса, поворот в горизонтальное положение, мы выходим на вот такую вот звезду, похожую на звезду НАТО. И вот то, что я говорил, додекоэдрическая система, когда Земля это большой кристалл, додекоэдр, я уже об этом говорил в ролике про фрактальность. Изучаем мои предыдущие ролики, потому что без понимания вот того, что я говорил про фрактальность, очень сложно понять, откуда вот ноги растут. И мы выходим постепенно вот на такой символ, который мы видим во всех так называемых религиях, придуманных во многих зданиях, независимо от, скажем так, религиозной направленности. Я это показывал в своих видео про фрактальность. И даже в так называемом средневековом городе Рас в Сербии мы видим вот такой вот символ прямо на полу. Хотя вот в этом средневековом городе, так называемом, ничего от города и ничего от Средневековья, от слова совсем. Казалось бы, что вот на этой мегалитической большой плите, встроенной в скалу, может быть связано с фрактальной геометрией. Ну, вот оно. Я уже показывал. Смотри, какая прелесть. Ну, здесь было-то по центру. Тоже место для помолиться, но не иначе. Ну, а других версий-то у так называемых историков официальных нету, хотя я показываю, вот что это такое и с чем его едят, по большому счету. Здесь классный поток, кстати. Вот тут типа алтарь. Тут по центру какая-то катушка стояла. Собирали потоки. Вот так в круг. Напомню, вот он весь этот город. Раз. Теперь нет. Теперь было устройство. Вот такие вот непонятные ниши, которые мало объяснены официальной истории и так далее. То есть там же еще и свинец листовой, метр шириной и десятки метров в длину между слоями камней вот тут вот в стенах вшит, что вообще необъяснимо и так далее. То есть кто захочет, смотрим мои ролики про плавление, смотрим ролики про свинец, необъяснимый, про кирпич и так далее и тому подобное. Ну, возвращаемся к... Тут же можно сделать отсылку к этой же фрактальной геометрии крепости звезды. Мы видим то же самое. Мы видим ту же самую фрактальную геометрию. Те же самые ромбики, которые необходимы для формирования силовых полей. Те же самые, так называемые, туалеты на концах, которые дают обратный толчок формированию силового поля. Вот тут стоячая волна. Вот оно. То же самое. Те же самые звезды. Тот же самый принцип, который мы видим по всему миру. Звезды. Вот он. Казалось бы, тут где тот русский храм православный. Вот. Та же самая звезда, тот же самый принцип. И вот что мы видим. Шестиконечные звезды, которые совершенно никак не связаны с целями для помолиться в разных... Я уже делал ролик по так называемым придуманным символам. Вот этот символ тоже интересен, если мы вернемся и начнем дальше заниматься изучением вот этих вот вещей, которые просто-напросто объясняются никакой не сакральной геометрии, а просто банальными физическими законами и банально физикой. Вот такие вот эмблемы я уже показывал вот этот вот символ солярный. По сути, все, что нам показали все религии, это по сути споры четырех слепых, там четыре основных религии, которые подошли к слону и каждый трогает свое. Говорит, вот это вот слон это хобот, слон это хвост, слон это нога, слон это там еще кое-что, но не важно, это для особо избранных особо, особенные вещи, они еще будут только им понятны. И мы приходим собственно к пониманию того, что все религии придуманы и то, что нас разделяет, по сути, должно нас объединять, поскольку все религии объясняются геометрией, цифрами, фрактальностью, потому что мы это видим. Фото, картинки, сакральная геометрия, пожалуйста, вот она, вот она. только для помолиться, я вас умоляю, как можно вот такие вещи изображать звезды, вот то, что я показывал, а в ролике про фрактальность я в деталях показываю, почему Роуз-Виндус являются вот такими вот фракталами, таким образом без знания высшей математики и геометрии можно строить вот такие здания, невозможные сейчас просто для помолиться, вот он, Бургас, розетка, кафедральная, и причем это никак не связано с евреями, я уже делал ролик по символам, кто желает, может лично посмотреть, вот это вот, как формируются вихри, вот те самые ромбики и контр-вихри, все это в одно, то есть, вот накладываем чистоту условную и понимаем, как тут шел вихрь, читаем статью техденсера и понимаем, как вот это вот все работало, еще раз мы возвращаемся к rosewindows, вот этой, например, rosewindows, вот к этой rosewindows, это я уже показывал, и так далее, вот оно, вот он ромбик, вот он квадратик, ну это лирическое отступление, вот оно, пожалуйста, каким образом лапотные крестьяне или нелапотные, вечно страдающие от притеснений феодалов, строили вот такие вещи, причем тут еще сетки, сетки Фарадея, клетки Фарадея, каким образом они делали вот такие вот красивейшие вещи, пятиконечные, шестиконечные, не имея очень передовой химии, не имея газа для расплавления стекла, не имея высокочистого каустической соды, там натрия и так далее, это пусть официалы ответят, я уже делал ролики про то, насколько тяжело сделать просто обычное прозрачное стекло, не говоря о том, что насколько продвинута должна быть химия, для того, чтобы делать разные оттенки, потому что разные оттенки это разные оксиды разных металлов, насколько должна быть развита химическая промышленность для того, чтобы сделать вот такие вот классные просто стекляшки, даже сейчас их сделать мягко говоря сложно, даже финифть это что-то нереальное, но вот здесь вот мы видим, вот он этот самый фрактальный сакральный символ, каким образом можно построить эти здания для помолиться, а потом забыть об этом, вот он ромбик, вот он тот же самый принцип, я про то же самое мы видим, вот они в мечетях иранских, исламских, но об этом мы тоже еще немножко сделаем экскурс пораньше, попозже, ранее я уже объяснял и делал ролик про четвертая часть фрактальности, и я показывал потолки, я показывал некие динамики, рупорные антенны, которыми являлись потолки так называемых храмов для помолиться и так далее и тому подобное, вот мы видим эту фрактальную геометрию, она здесь показана наглядно, как все идет, крестик в одной из пропорций, свастик, это то, как вот идут эти потоки, если эти потоки выложить в другое нечто, в другую, другой срез взять, как на чертеже, но мы получим свастику, а немножко повернув, мы все придем к старому доброму Тору, потому что именно вот Тор в невесомости бы ртуть и сложилась по идее, потому что тнув и вот эти вот все совокупность вот всех этих вибраций, она приведет к формированию Тороида, Тороидалина, то есть бублика, по сути, я уже рассказывал в разных сеансах и в предыдущих роликах, то, что, грубо говоря, весь наш этот мир является Тороидом, по большому счету, и вот техденсер Евгений, он же в миру Евгений, прекрасно объясняет некоторые вещи о том, как все формируется, и вот с наглядной, для того, чтобы работать с рунами, геометрия, это основа рун, нужно иметь хорошее развитие образного мышления, проще говоря, абстракции, потому что геометрия, это абстракция вещей в чистом виде, это само понятие, как и цифры, по большому счету, то есть, ну, не два яблока плюс два апельсина, а просто два плюс два, получаем четыре, четырехугольник, некий ромбик, и это много где было, я как бы не совсем согласен, то есть, наверное, можно было бы иначе преподнести эту информацию, я немножко другим путем пошел, но не к тому, что каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны, я благодарен Евгению за то, что он вот так вот наглядно и доступно отображает всю липовость всего этого символизма религиозного в том числе, который нам пытаются втирать, что все это для того, чтобы просто помолиться, вот эти вот здания великолепные никак не связаны с целью помолиться от слова вообще, чему я посвятил десятки, если не сотни роликов, Евгений молодец, проделал титаническую огромную работу, примерно такую же работу, но по-своему проводит Мишин, особенно первые его ролики по геометрии, да, вот прекрасный, рекомендую, тоже согласен с сталинский учебник по геометрии, как и учебник по логике, собственно, учебник по геометрии, по арифметике, по логике, по астрономии, это вот такая четверосистая, простишье четверокнижие такое, или даже пятикнижие, догадайтесь, какая книжка пятая, как это называется, в религии-то, пятикнижие великое, цельнозора, секты цельнозора, это священные книги, и без них никак, так вот, для особо упоротых сектантов, цельнозора, необходимо сделать некий выпускной, самостоятельно провести домашнюю работу, и понять, как вот устроено течение энергии, устроена наша вселенная, на каких принципах, и, в общем-то, это можно понять через вот эту сакральную, так называемую, геометрию, вот она хорошо показана, на некотором уровне это свастика в одном срезе, в другом срезе, это ромбик, ромбик, который периодически меняет положение, ну вот нечто подобное, но с небольшим исключением, вот это вот я бы пропустил, но вот дальше идет все-таки интересная геометрия и география, про переход одной фигуры в другую, вот оно идет, как треугольник трансформируется в куб, куб в прямоугольник, также рекомендую про видео Мишина про то, как формируются волноводы, то, как это устроено, вот тут я как бы не совсем согласен, но дело не в этом, но тут прекрасно показаны ромбики и движение вещей, вот что мы видим вот здесь вот, фигуру, а мы видим тот самый радар, по которым я сделал ролик давно, вот тот самый радар Махавихара, картинки, вот она, пожалуйста, все так называемые здания для помолиться, они через одну циферку, я сделал ролики в будущем Бангладеш, где рассказал, что это определенный радар, за горизонтные частоты показаны и так далее, по сути, все, что мы видим, все вот храмы так называемые, это через число фи, это через сакральную геометрию, это через понимание природоподобных вещей, течения энергии и так далее и тому подобное, поэтому мы возвращаемся к старому доброму ромбику, где я рассказывал, как все устроено один ромбик переходит в другой, взаимовложено, все взаимосвязано и тут мы приходим опять-таки к рунологии, к определенным наложениям, резонансам и графикам и попытке понять, как устроена допотопная энергетика, свободной энергии на некой жидкости, которая взаим... вот оно, которая собственно взаимодействовала каким-то образом с... сейчас попробую написать еще раз рекомендую от этого по-моему вот этого на этого человека я ссылался да на этого человека который говорил о фрактальности у него много чего интересного совершенную форму фракталов и так далее мат логер он хорошо порисовал потом многие развили эту тему секрет порядка вселенной что такое фрактальность и почему это все именно так как идет и и фибоначчи то же самое рекомендую очень хорошо этот человек показал я делал отсылки к этому рекомендую выходить развивать на уровень фрактальности вот например вот этот ролик что мы видим я вижу так называемые потолки я вижу rose windows и сакральную геометрию таким образом допотопные неграмотные крестьяне по всему миру умели это делать что мы видим какие завитушки ничего не напоминает так вот складываем цигнозор и выходим на новый уровень понимания у матлогера я все-таки найду этот другой потому что где-то я это все у него сейчас постараюсь найти минуточку вот тут я нашел кое-что это тоже важно для понимания того что мы видим в так называемых rose windows и вот является ли вот этот символ еврейским этот символ еврейским или этот или вот этот это все проекция одного и то же это просто показано в одном из зданий вот оно что мы видим это мы видим ромбики я по крайней мере вижу тут ромбики называемые сакральные геометрия вот оно иранские мечети ромбики в одну сторону в другую и вот эти циферки то тоже это своего рода qr-код это тоже излучатели это тоже определенные решетки апертурные решетки кто понимает о чем я тот сразу увидит некие аналоги qr-коды тоже не мы изобрели вот они это еще круче чем qr-коды это тоже один угол треугольничек вот он и другой вот оно а если представить в объеме это как раз все то о чем говорил Техденсер вот оно это в Индии такие же потолки вот они ромбики а дальше переходят в другую плоскость вот она эта фрактальность вот он этот ромбик но где Непал а где статья техденсера а это вообще европейские потолки а это тоже в Непале известный символ ничего не напоминает а это тоже вот тут просто нарисовано как работает энергия и так далее и тому подобное вот она вот то о чем говорил мишин число фи и число вот то как образуется фрактал и вот оно поехали как образуется множество поехали и просто посмотрим как образуется фракталы и как это все выходит из циферок и каким образом точно так же идет энергия точно так же по сути что такое свет что такое радиоволна что такое звук это лишь частота но принципы радиоволны света они в принципе одинаковы и вот мы видим вот некое множество и какая фигура образовалась то же то же самое про эфир эфир тоже частота не больше вот оно и вот оно пожалуйста фрактальность и возвращаемся к нашим баранам и потом я объясню к чему это вот так идет энергия кто желает изучаем и понимаем что все так называемые святые символы это разводилово для не самых умных людей вот то как идут энергии соответственно на резонансе можно получать прибавку в энергии и что мы видим крепость звезда крепость звезда пятиугольник крепость звезды крепость звезда пятиугольник многоугольник крепость звезда и так далее вот он пятиугольник вот как ромбики взаимодействия между собой дают прибавку в энергии как они формировали силовые поля за счет вертикальных чуть позже сделаю видео про все-таки взаимодействие наложение волн частиц и прочего от щелевых антенн вертикальных я уже делал много видео про то что крепости это ни разу не для обороны от людей а для чего-то намного больше вот звезда пилау если не ошибаюсь да крепость пилау и так далее мы собираем цельнозор смотрим мишина смотрим на то что говорит техденсер вот оно пожалуйста вот они эти же ромбики как это является рупорные антенны для фрактальной для фрактальной мечети вот пожалуйста вот оно все каким образом арабы которые якобы были неграмотные поскольку Аллах много чего запрещает коран если почитать коран вот они звездочки вот они в объеме все это казалось бы какая связь между статьей техденсер ромбиком формой ромбика и то что написал ну вот начинаем понимать я по крайней мере вижу аналогии одинаковости и много много чего еще вот то что описано в статье просто великолепно изучаем кто кто желает ну а к чему я это говорю к тому что есть некое понимание у меня я уже рассказывал про основы рунологии что сначала была точка потом прямая потом начал изучать скажем так себя мир сознание точка восприятия и начало делать некое взаимодействие один угол начал взаимодействовать с другим так или вот так или вот так одна из первейших рун рун икона на крайняк вот так но это очень некрасиво потом эти взаимодействия привели к некому балансу равенству условно кубику потом это привело к объединению кубиков то есть к формированию прямоугольника к чему я это рассказываю для того чтобы понимать как работать собственным сознанием как его структурировать нужно понять откуда все идет для того чтобы работать с информацией с рунами нужно выйти на уровень абстракции одним из уровней является просто банально элементарная геометрия и следующий уровень это условно ромбик чему я это говорю треугольник сначала идет прямая точка потом прямая потом угол множество углов это естественно шар то есть материя круг углы начинают взаимодействовать между собой появляется квадратик потом из квадратика прямоугольник прямоугольник что-то начинает выстраивать некую структуру порядок который выливается в ромбик противоположность условно можно сказать что с трудом с большой натяжкой это все-таки два треугольника то вот что написано в статье а вот уже ромбик дает множество фигур и через усложнение многоугольной фигуры образуется тор множество различных форм фигур и из этого множество фигур образуется высшая фигура замкнутая тор я уже говорил в одном из сеансов что этот тор он замкнутый первый тор который не бесконечный а замкнутый в то же время бесконечный внутри себя сложная фигура поэтому все рано или поздно вернется на круги своя и по сути является ловушкой кармой принцип карма заложена в сам принцип этого тора этого мира который я называю тором в форме бублика и так по сути любые так называемые религии любые храмы это привязка к той структуре которую я называю коном кон это на одном из уровней формула фрактальность и связь всего со всем мы возвращаемся сюда и смотрим на фрактал вот он это фрактал это кристалл это связь всего со всем вот он и сейчас я покажу еще одну вещь которая и является тоже своего рода и символом цельнозора я показывал и защитой потому что символ цельнозора тоже отображение фрактальности в то же время отображение мышления светом потому что это символ круговой поляризации этот же символ был отображен в фильме цирк у товарища Сталина только это символ квантового мышления в оригинале в апофеозе в спокойном состоянии вот то что у меня изображено это небольшой сдвиг взаимовложенных фигур то есть некий запрос на информацию обращения к кону сейчас покажу что я хотел еще обязательно вам донести вот символ ромба почему образуется ромб здесь не совсем правильно но неважно это символ множество структур взаимовложенных между собой это все связано со всем это еще один символ по сути любая фрактальная геометрия тут могут сказать что звезда вверх ногами да нету в космосе ног ворота внизу как хорошо показано принцип этот в игре эндера тоже еще один документальный фильм многовариантность своего рода квизатсхидерах кто понимает о чем я говорю все связано со всем итак вот она фрактальная геометрия откуда она только взята вопрос мы смотрим на фрактальность множество мандельброта и на мечети на изображение мечети пожалуйста цветок жизни что мы видим всегда и везде вот принцип того что все связано со всем фрактальности то есть всего связано все связано со всем вот он потолок в одном из называемых храмов чему я это говорю любой фрактальный рисунок на некотором уровне является обращением к кону а в основе всего этого лежит простой принцип простой ромбик и что я хотел сказать в советской армии был такой простой принцип был треугольничек ромбики были везде но был треугольничек у рядового который подчинялся квадратику квадратик подчинялся прямоугольничку а уже прямоугольничек подчинялся ромбику потому что ромбик это нечто что структурирует все другие элементы вокруг себя и который является ключом основы для формирования пространственных объемных структур собственно этим все объясняется у товарища Сталина в том числе вот они погоны вот кумбрик по количеству петличек и всего прочего вот и лучшей высшей формой является звезда тоже как сложная фигура которая венчает все это вот это начало было совпадение это честно говоря не думаю товарища Сталина было очень мало совпадений точнее не было вообще вот они вот они структура красноармеец командир помком взвода один уровень второй третий четвертый кубик потому что погоны собственно они не нужны были вот достаточно было вот здесь вот для защиты вот этой чакры неких символов в ромбике тоже количество петличек кубарей треугольничков это вот самые природоподобные самые естественные самые понятные и самые гармоничные поскольку коноподобные коны это принцип законный ну кон некая черта то чему все следуют мне импонирует не слово бог непонятное бг а именно кон то что объединяет все религии дает понимание сути всего и глубинной основы всего устройства вселенной так вот это начало то что раньше были нужны погоны это не было знаком отличия эпалеты погоны вот эти вот золотые все вещи как сетку фарадея это была некая защита своего рода бронежилет для энергетического оружия я об этом уже делал разбор соответственно это перо у гусар тоже так называемый громад вот вот это вот ниточки все сабли которые по земле волочились хвостики вот эти вот эпалеты на плечах которые с золотой нитью самое это своего рода силовой каркас и тоже маленькое силовое поле вокруг человека создавалось потому что ну не порохом стреляли до вторжения свободная энергия была везде была энергонасыщенность я об этом тоже сделал несколько роликов смотрим изучаем понимаем насколько нам глубоко промыли мозги сколько лапши тонны лапши навешали всем кто ходит в места для помолиться в том числе вдопотопные занимается каргокультом нося вот эти погоны с уже сломанными звездами поскольку реформа монолитная звезда уничтожена в армии россиянской там какая-то карказяба стоит я уже делал ролик об этом и изучаем собираем свой цельнозор собираем сознание раздробленное потому что без цельного сознания сложно будет выжить в том что грядет в той буре которая скоро совсем уже придет потому что раскаты грома уже слышны итак символ кона это простой ромбик а вот теперь практическая часть после 45 минут 46 вот финита для комедия завершения марлезонского балета есть ромбик как я уже сказал подводим черту есть фрактальные рисунки которые работают и являются защитой поскольку от магии любая магия это уход от ответственности когда я что-то делаю я готов нести карму ответственный за это и быть частью вселенной но цель вот магии колдовства ну назовем это колдовством это уйти от ответственности что-то натворить нехорошее и не нести за это ответственность поэтому лучшей защитой от магии будут являться те символы что я показал символы всего того что все связано со всем вот он кристалл это все сакральная геометра все свободном доступе рекомендую нарисовать одночертик на листе бумажки самостоятельно и повесить эта информация будет нанесена на некую материю и будет работать лично для человека который лично это сделал поскольку это будет некое волеизъявление но основа всего это ромбик ромбик тоже можно работать с ромбиком даже не в объеме может конечно представлять в объеме но можно и просто поставить ромбик и работать с ромбиком с этими рунами через мудры то есть через энергетику элементарно вот это мудра ромбиком мудра призыва к кону мудра настройки на гармонию вселенной на взаимодействие энергии и информации вот ну вот так тоже будет работать это еще круче вот так можно на уровне сердца по-индуистски анахата как угодно накачать энергии любого цвета можно зеленого мой любимый цвет но можно и любого можно просто наложить плоскую наклейку и на свою внешнюю энергосферу положить мужикам опять же говорю вот с работы информации только мужикам женщинам через мудрый вот так можно работать вот даю мудру ромбика она вот так настраиваемся заполняем своей чистой хорошей энергии и образом наполняем настраиваем работаем на всех четырех стихиях а стихия это не огонь вода что там еще тупость какая-то дерево земля и прочее на уровне абстракции это форма я называю пустошь потому что когда это некое сознание великое единое искало пути варианты и способы развиться во множество на одном из уровней это началось с некого разделения на себя целого на форму то есть это пустая пустошь на заполнение и соединение формы и заполнение дает порядок противоположность порядку это хаос не путать с беспорядком хаос это совершенно другая стихия вот они четыре стихии это форма это заполненность это структура вот она структура ромбик это обращение структуры это настройка на кона и хаос с хаосом работать ну людям вообще не рекомендую а вот соединять три вещи в порядок давать форму заполнять ее и давать структуру вот таким образом попробуем на каждую чакру рекомендую начать вот с простой и наложить на себя и сразу пойдет изменение ну и еще одна руна которая также настроит на вселенную ну представим некий график вот он идет график вот так вот идет и тут идет второй график и тут мы видим некую синхронию волн так вот синхрония одного уровня одного угла и в помощь ему другой угол дает вот эту фигуру он же идет для победы символ руна он же резонанс он же помощь разного уровня он же взаимодействия условно женского и мужского на разных уровнях одного и того же резонанс вот этот вот символ во первых они не в резонансе не в одной точке скажем так вот это очень плохой это символ противодействия мужского и женского это контр резонанс это разрушение это беспорядок это даже не хаос где мы видим этот символ мы этот символ видим вот тут космические войска трампа мы этот символ видим вот тут изобретатель СССР это одна из любимейших рум мудр товарища Сталина эту мудру почему-то держит трамп очень часто ну вот отойду на встречах различных это можно вот так вот сделать а вот это вот как веер вариантов возможностей казалось бы простой символ ну вот для работы с энергиями особенно внизу рекомендую вот этот символ как защита тоже обращение кону все для победы и символ фрактальности одно вкладывается в другое и на острие копья назовем это на острие копья мудра через который который поможет собраться и защититься именно отделиться от чужого влияния настроиться на кона на гармонию вселенной рекомендую на как и как и внизу поскольку все зло условно снизу идет тоже отсекать даже на уровень первой чакры нулевой чакры ниже скажем так первой поскольку это дает лучшую защиту поскольку все зло пытается эгрегор и прочее снизу нервную систему взломать по крайней мере у меня так то есть вот этот символ мудра поставленный внизу на черную чакру либо или параллельно на белую то есть вот выше вот вытянув вот так по максимуму потянув потянув и вот тоже наполнить обдельным цветом белым цветом внутри и потянуться вверх наложить реально на белую чакру на внешний контур энергополя и сразу почувствуешь эффект это не почувствовать невозможно самому стать вот этим вот этой руной наверху ладони делают эту мудру вот ромбик руки делают эту мудру то есть тройной получается сначала вот условно вот вот так вот тут вот руки делают ладони вот здесь вот руки делают получается и вот тут ноги получается делают это вот так тройной уровень защиты тройной уровень этой мудры вот так утречком потянулись наложили я думаю эффект будет хороший и это позволит причесать структурировать и сознание и энергетику и в резонанс войдет энергетика сознание и тело материя информация и все это наложится друг на друга на волну времени так что рекомендую эту мудру она поможет восстановить порядок время порядка порядок приходит на эту планету наконец это и защита от магии это и помощь энергетики помощь мозгам и помощь борьбе с врагом это способ отличать находить своих от чужих поскольку с этой мудры вот условно буквально вот представить ромбик и на человека рядом поставить к человеку какому-нибудь либо к явлению сразу понятно в резонансе это явление либо человек с ромбиком то есть с порядком с коном или нет это тоже будет способ отделять своих от чужих поскольку без понимания кто друг кто враг жить тире бороться выживать сейчас это борьба будет очень сложно поэтому возвращаемся к общему пониманию связанности всего со всем рунологии которая сводится к банальной геометрии тире арифметики тире музыки тире архитектуре тире символизму потому что все было так понимаем что все связано со всем и начинаем изучать и развиваться самостоятельно доходим до абстракции и проще говоря умнеем поскольку тот кто в резонансе с фоном тот грубо говоря умный а выживут только умные пробуем пишем в комментарии как у кого что сработало на уровне руны мудрые рисуем делимся помогаем ибо пора наводить порядок а наводить порядок во вселенной в мире в доме в стране можно только начав наводить наведя порядок у себя а порядок у себя нужно с самого высшего уровня с уровня символов и этот уровень символов навести порядок на уровне символов поможет вот это понимание и вот тот цыгнозор который я немножко вам изложил сейчас добра соратники работаем помним что шторм грядет и все только начинается и ничто не может отменить грядущее вперед вперед и рэд покрыт